Количество бригадных рейсов резко сократилось. Вместо 23 их осталось 16. Неудивительно, что граждане гневаются. Ну вот в ближайшую субботу уехал автобус на Машизера. Около 50 человек в автобус не попало. Естественно, я был здесь. Меня предупреждали, что захватят автобус какой-нибудь. Конечно, люди еще не привыкли к новому расписанию, которое в этом году впервые составляли не мы. Расписание составил основной подрядчик автовокзала автоколонна 1126 из расчета расписания прошлогоднего. Перевозки в автоколонны трех видов – городские, междугородний и пригород. Если первые два вида услуг еще пока оказываются, то пригородное сообщение здорово тормозит. Расходы на пригородные перевозки у нас значительные, а доходы незначительные. Кстати, о доходах. Бюджет автоколонны состоит из двух частей – того, что заработали сами и того, что город дал. Казенные деньги расходуются на покрытие хозяйственных убытков и компенсацию льготного проезда. Схема расчета – это выделение денег Минфинам, затем утверждение суммы Петросоветам, ну а уже после – перечисление денег автоколонне. Надо ли говорить, что в итоге сумма Минфина и конечная сумма транспортникам – это две большие разницы. Однако после того, как эти деньги попадают в городской бюджет, значит, их вот на этот год оказалось не хватило. На 99-й год запланировано по бюджету 8 миллионов 270 тысяч рублей. И если бы мы работали исходя из этой цифры, то мы должны были бы все перевозки сократить на две трети. Парадоксально, но пригородные рейсы убыточнее междугородных. Причин такого казуса две. Во-первых, подвижной состав на пригороде работает не на дизельном топливе, а на все более дорожающем бензине. Во-вторых, пригородные автобусы перевозят 90% льготников. Непокрытые же городской властью убытки от льготных пассажиров сегодня составляют 33 миллиона. Высокий тариф – 28 копеек за пассажира километра – таким образом не спасает отцов местного транспорта. Поэтому жители Пряжинского, Прионежского районов и Вепской волости вынуждены ждать автобуса по 3-4 часа или шагать до города пешком по неосвещенной трассе. В ближайшее время ситуация не улучшится, разве что наоборот количество рейсов еще более сократится. Так что жителям пригородов легче захватить автобус и угнать его вместе с собой, например, в соседнюю Финляндию, нежели добраться до еще более соседнего города Петрозаводск.